Здравствуйте, благородные ромеи, подписчики, бусте канала Второй Рим. Что-то я предыдущие три ролика приветствовал также диких варваров, потом только вспомнил, что их здесь нет. Потому что это видео только для ромеев. Что ж, с вами, как всегда, Кирилл Карпов, Сергей Девочкин. Сергей, привет. Привет, слушай, чувствуешь? Чувствуешь? Нет? Нет? Что? Что чувствуешь? Варварами не пахнет. Наконец-то. Да-да-да, слушай. За это надо выпить. Поднимаю ту кружку чая за то, что наконец-то общество исключительно ромейское. Всем привет, дорогие друзья. Обо что сегодня? Сегодня я начну красиво словами Вергилия. Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из строя, Роком ведомый беглец к берегам приплыл лавинийским. Сегодня говорим про Энеэ, про его путешествия, и про основание, точнее, не про основание Рима, а про укоренение троянцев в Италии. Натурализацию троянцев в Италии. Вот. Но начнем, как обычно, немного из-за такта. В прошлой серии мы остановились на том, что троянская война закончилась убедительнейшей победой греков. Троя разрушена, греки награбили сокровища из города, и, в общем-то, все, что смогли утащить, собрали с собой. Но последствия оказались неожиданными для них. Они ведь рассчитывали вернуться домой и там потратить, честно награбленное. Ну да. И по этой причине, естественно, злые богини судьбы Мойры не дали им исполнить мечты и желания сердца. Из главных участников вернулись в Грецию, прошу прощения, в Грецию, конечно же, только двое, Агамемнон и Менелай. Причем первого сразу же убили, а второй попал домой далеко не сразу. У него кружной путь был. Прочие либо погибли, либо вынуждены были покинуть родину и долго-долго скитаться. Так же, впрочем, как и троянцы, выжившие троянцы, как мы помним, вместе с Энеем отправились в долгое путешествие и в итоге оказались в Италии. Слушай, а все, что известно об Энее после Троянской войны, это у Вергилия, так ведь? Нет, там та же самая история. Очень много самых разнообразных мифов, которые рассказывают разные версии его путешествия. По одной из версий, например, он сначала попал по Фракию, на берега Фракии. То самое место, где река Гебр, она же марится, впадает в Игейское море. Там он высадился и построил город, который в честь него получил свое название. Называют Энец, да, Энея, разное название. Сегодня он называется Энец, турецкий город. Но это одна из версий. Но так или иначе, то есть все герои, выжившие герои Троянской войны отправляются в длительные путешествия. И вот этот легендарный момент, который известен из Одиссеи, из Энеиды и из других сказаний, намекает... У Гомера в продолжении Энеи тоже есть, да? Вот я не помню, есть ли он в Одиссеи. Я имею в виду, что вообще вот это путешествие героев Троянской войны, их странствия после войны, вот возможно за этим фактом скрывается, за этим сюжетом скрывается исторический факт. Это переселение народов, которое происходит как раз где-то в 12-11 веках до нашей эры. Так вот, переселение народов вот этого времени упоминается, в общем, в самых разных источниках, в египетских, в источниках Ханаана, Палестины, да? Естественно, в греческих. И, в общем-то, все это говорит... Там сложно найти какой-то общий знаменатель, но все эти упоминания наводят нас на мысль о том, что началась какая-то глобальная трансформация в средиземноморском мире. И в ходе этой трансформации разные народы сместились. Вот что абсолютно явно, это греки, да? Греки начинают переселяться с территории Пелопоннеса и с Фессалии в Анатолию. И вот такие города, как Смирно, Эфес, Милет появляются впоследствии. Ну и, конечно же, есть переселение на запад. Сицилия, Южная Италия. Там, конечно же, живут местные народы. Они начинают как-то взаимодействовать с греками. И вот в контексте этого перемещения народов, которые абсолютно точно фиксируются историками, да, мы наблюдаем экспедицию Инея. Но маршрут его, как я уже сказал, не совсем неоднозначен. По одной версии он сначала появился во Фракии, по другой версии отправился в Италию, но его занесло в область Карфагена. Ну и, так или иначе, какую версию мы не рассматриваем, он в любом случае в конце появляется на берегах Италии, на берегу Теренского моря. А там, мы говорили об этом в первой части, да, там уже сформировалась своя система отношений между разными племенами италиков. И вот в эту систему Эней и его люди должны были вклиниться. Система сложная, народов в Италии много. Ну, главное, на что надо обратить внимание, это область реки Тибр. Тибр стекает с Апеннинских гор, впадает в Теренское море, и к северу от Тибра живут этруски. Там их города. К югу Латины, еще южнее Рутулы. Ну, к востоку, в направлении гор, есть и другие племена, о них позднее поговорим. Что нужно о них знать? Этруски – это элита Италии в то время. Это мощное государство, с развитой культурой. Особенно на фоне окрестных племен, такие как Латины и Рутула, например. А эти двое примерно одинаковые. И вот ко времени прибытия Энея Латинами управляет вождь, царь, в общем, Рекс, по имени Латин. Рутулами управляет Турн. Вот они, Латин и Турн, соседи, естественно, пытаются наладить добрососедские отношения. И поэтому договариваются о том, что дочь Латина по имени Лавиния выйдет замуж за Турна. И тут появляется Эней. Да, да, да. То есть два племени будут гораздо ближе, будут торговать вместе, будут обогащать друг друга, совместно смогут противостоять общим угрозам или, наоборот, вести захватнические войны. И все было бы хорошо, если бы не Эней и его парни, которые явились в Италию и высадились на земле Латинов. Конечно же, Латин должен был сразу отреагировать на появление чужеземцев, которые явно не спросили его разрешения высадиться на чужой земле. Более того, краянцы сразу начали расхватывать скот, который увидели на берегу, начали его резать, жарить и есть. И сголодали из-за времени своих морских странств и все пошло в ход. Они не наши, но мы их все равно зарежем. А знаешь, а на вкус как свои. Да, не наши, но очень уж вкусные. В общем, Латин вышел перед Инеем и, естественно, собирался его втоптать в землю и сбросить в море. Но местные боги намекнули Латину на то, что подожди, не торопись, поговори с ним, разузнай, кто, что за человек, кто за ним стоит. Это важно. И, в общем-то, Латин, будучи человеком разумным и осмотрительным, начал переговоры с Инеем. В общем, они встретились, выпили чарку крепкого фалернского, которого еще, конечно же, не было, и договорились, что Иней получит разрешение поселиться на берегу Теренского моря, то есть, в землях Латинов. Почему? Потому что Иней рассказал, что, во-первых, он троянец, это раз, а во-вторых, он не Абыкто, а сын Венеры. Вот так. Она же Афродита. Латин подумал, подумал и решил, что, ну, родство-то неплохое, согласись, да? Поэтому, поэтому, поэтому он и позволил поселиться троянцам на своей земле. Но эта история очень скоро получила продолжение. Латин решил, что не для того он растил любимую дочурку, чтобы отдать ее турну правителю племени Рутулов. В общем, ситуацию быстро переиграли, и Лавиния стала женой Энея. Ну, полубог, видимо, более предпочтительный вариант. Конечно, и красивше, и умнее. Во всех отношениях лучше. В общем, Эней в полной мере оценил достоинства итальйской красавицы, а Турн очень сильно расстроился. Возникла проблема между Энеем, Латином и Турном. И в том родоплеменном обществе, а это, блин, родоплеменное общество, то есть Латины, Рутулы, это абсолютно точно, да, ее можно было решить только одним способом, кровью, войной и кровью. Турн считал, что обиду можно смыть только кровью Энея и Латина, ну, и после этого он, наконец-то, может воспользоваться всеми конкурентными преимуществами красавицы Лавинии, да, она уже, конечно, не первой свежести, дама, но ведь красота страшная сила. В общем, Турн был готов ко всему и пошел в атаку. Какая-то с оговорочками мини-троянская война получается. Что-то да, заметь. Энея такой, кажется, я где-то это уже видел. Да, 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 да. Началась война, Латины и их союзники троянцы с одной стороны, Рутулы с другой стороны. Кстати говоря, мать Лавинии, жена Латино, была категорически против Энея из-за Турна, и она-то вот по одной из версий подговаривала его биться за свою любовь, за свое счастье. Ну вот, у нас есть очень большой рассказ об этой войне. Он передан Вергилием в Энеиде. Собственно говоря, с него я и начал, да. Мы его сократим до разумных пределов, да, и, в общем-то, представим в сжатом виде. Что произошло после того, как появился Эней в новых землях? Как я уже сказал, началась война, началась война, и, я думаю, уместно будет зачитать Тита Ливия. А он тоже с Вергилия берет? Нет, он берет из других источников. Ну, Вергилий-то взял примерно, я думаю, их были общие источники, как-то более или менее, но Вергилий превратил это в поэтическое полотно, пытаясь сделать такую илиаду своего времени, да, латинскую илиаду. А Тит Ливий все-таки более коротко описал. Так, ну вот, Тит Ливий пишет, что между Энеем и Лавиньей был заключен брак, и это утвердило троянцев в надежде, что скитания их окончены, что они осели прочно и навеки. Они основывают город, Энея называет его по имени жены Лавиньем. Вскоре появляется и мужское потомство от нового брака. Потом аборигены и троянцы вместе подверглись нападению. Турн, царь Рутулов, за которого была просвата, до прибытия Энея Лавиния, оскорбленный тем, что ему предпочли пришельца, пошел войной на Энея с Латином. Ни тому, ни другому войску не принесла радости эта битва. Рутулы были побеждены, а победители, аборигены и троянцы потеряли своего вождя Латина. В общем, это эпичная кровавая схватка, очень ярко представлена у Вергилия, всем рекомендую читать. Я упомяну лишь один сюжет. Поскольку у нас вся жизнь Энея после Трои связана так или иначе с Троянской войной, из нее как бы вытекает, является следствием Троянской войны во многом, то нам нужно вспомнить, в чем же была главная причина Троянской войны. А главная причина Троянской войны это яблоко раздора. Мы же помним, как родственник Энея Парис присудил яблоко прекраснейшее, который счел богиню Афродиту. И таким образом он обошел вниманием двух сразу богинь, Афину и Геру. Афина и Гера выступили в этой войне на стороне греков, Афродита на стороне Троянцев, соответственно. Ну, ты говоришь, что Афродита это мать Энея? Конечно, да. Здесь было все логично абсолютно. Теперь, естественно, Афродита, она же Венера, мать Энея, естественно, она сопровождает своего сына и всячески ему стремится помочь. А Гера, она же Юнона в тексте Вергилия, ненавидит Троянцев и Энея ненавидит но кушать не может просто. Только и думает, как бы его сгубить. Вот Аната со своей стороны помогает Турну всячески. И в ходе еще подготовки одного из сражений Венера приходит к своему сыночку и вручает ему щит. Вот это интересный момент. Дело в том, что щит Энея это полная копия идеи со щитом Ахиллеса. В Илиаде Гомер описывает щит Ахиллеса. Вот помнишь эту историю, когда Патрокол схватил оружие, доспехи Ахиллеса, бросился в бой и напоролся на меч Гектора. Гектор же снял с него и утащил к себе втрою. Соответственно, Ахиллес остался без доспехов, без оружия, без ничего. И его мать должна была обратиться к Гефесту, чтобы Гефест выковал для него новый щит. И вот этот щит довольно подробно описан в Илиаде. То есть он большой, он покрыт красивыми резными изображениями, обязательно нужно будет прикрепить картинку, да? На нем изображены земля и небо, море, звезды, прекрасные города, поля вспахиваемые, царские поместья, виноградники. В общем, там целый мир, целый мир на этом щите изображен. И вот эту идею Вергилий берет и реализует ее на примере Энея, вручая ему щит, который принесла мать Венера. Если его Гефест ковал, это он полностью из железа получается? Там из сказочного материала абсолютно. Вот Венера. Но он же тяжелый должен быть. Какая Энея, это тоже парень не промах. И раз там такие изображения, он был нерушимый, потому что жалко в бой такой щит. Там самое главное в нем другое. Самое главное это то, что Венера пошла к Гефесту, точнее к Вулкану, к такому римскому Гефесту, попросила у него выковать щит. Тот выковал щит. И поскольку Вулкан был сведущим в пророчествах, способен был видеть будущее, он на щите изобразил судьбу самого Энея, судьбу его сыновей и всех его потомков вплоть до Августа Октавианова. Я сейчас зачитаю, это прекрасно. Тою порой в облаках эфирных летала Венера. Дар Энею несла и в долине укрытой увидев сына от всех вдалеке за рекой теплой, богиня вышла навстречу ему и такое молвило слово. Вот он, обе... А нет, как это? Вот он, обещанный дар искусством создан вулкана. Можешь ты вызвать теперь из надменных лавренцев любого без колебаний на бой, не страшась и отважного турна. И дальше Вергилий рассказывает, что же там было-то на этом щите. Пророчество. Вот волчица лежит в зеленой марсопещере щеная возле с отцов. У нее играют без страха мальчики, два близнеца. Узнаем, да, конечно, Ромул и Рен. Дальше. Рядом виден и Рим, и Цирк, и так далее и тому подобное. И я листаю самый конец этого пророчества, которое, повторюсь, изображено на щите. Цезарь Август ведет на врага итальйское войско. Римский народ и отцов и великих богов и пенатов. Вот он, ликуя, стоит на высокой корме и двойное пламя объемлет чело. Здесь и Агриппа, говорит он, варварской мощью силен и оружием пестрым Антоний. Так, так, так. С ним приплыла о несчастье жена египтянка, пишет Вергилий. Ну и в общем так далее. То есть, это пророчество такое буквально на тысячу лет вперед. И даже Клеопатру не забыл. Да, и Клеопатру не забыл. Все лучшие герои нашей истории конечно же на месте. Так вот, вот с этим новым щитом Энея, естественно, одерживают победу. И дальше есть версии, что Турн погиб по одной версии в сражении, да, по другой версии Рутулы обратились, то есть, Турн выжил и обратился на север к Этрускому, город Цере. В Этрусков было много городов, вот один из них ближайший к Латинам, ближайший к реке Тибр, это как раз город Цере. И поэтому война возобновилась. И вот в ожесточенном сражении Турн был разбит, царь Этрусков был разбит и по одной из версий в разгар битвы Эней тоже исчез. Исчез. Думали, что он утонул в реке, но в скором времени после боя он явился Асканию своему сыну и сообщил, что взят на небо. Таким образом закончилась история Энея. Это произошло через три года после прибытия троянцев в Италию. То есть, когда троянцы прибыли в Италию, они основали город Лавиния и в этом городе поселились. И в этом городе же они выдерживали осаду рутулов, в этом же городе они выдерживали осаду совместного войска рутулов и петрусков. То есть, все начало пребывания троянцев в Италии связано с городом Лавиния. После исчезновения Энея латинами начал править Аскани. И здесь нужно сделать еще одно замечание. Поскольку Эней сообразил, что все его беды, они же не просто так, за ними кто-то стоит. И у этого кого-то есть имя, знаешь, как у любой проблемы есть имя, фамилия и отчество. У всех проблем Инея есть одна проблема. Ее зовут Гера или Юнона. Жена Зевса или Юпитера. Вот. Именно эта проблема не оставит его пока будет существовать само имя троянцев. Гера была чьей дочерью? А Гера была дочерью Кроноса. Вот смотри как все сходится. Первое имя это Гера, второе имя это Юнона и отчество Кроносовна получается. Вот она фамилия имя Кроновна. Вот она фамилия имя отчества этой проблемы. Да, и покуда существует само имя троянцев, она не отстанет от Инея. И по этой причине он велел своим ребятам объединиться с латинами, жить вместе и пользоваться одним именем. То есть после Инея под именем Латинов проживают и собственно Латины и остатки троянцев. Обманул? Ну, да, своего рода такой лайфхак нашел, как же выкрутиться из ситуации. В общем, после него правителем стал Асканий. Асканий продолжил войну с этрусками. Вел ее поначалу неудачно, потом смог отбиться. Ну, и кстати говоря, этруски требовали от него, чтобы он платил дань в течение нескольких лет. Причем в рамках Дании отдавал все вино, произведенное в Лации. Представь. Ты это грабешь? Ну, конечно. Полностью в духе князя Владимира и должен был ответить, ну, веселье наше пите, поэтому извините этруски, этруски извините, веселье наше пите. Будет война, да будет так. В итоге он победил за вино, за латинское вино, пришлось побеждать. Ну, и, конечно же, это все увеличило славу Аскания. Кстати говоря, Асканий имел второе имя Юл, и по легенде именно от него происходит род Юлиев, славный род Юлиев. Но возникла еще одна проблема. Гай Юлий Цезарь, если я не ошибаюсь, культивировал потом мысль о том, что он потомок Венеры. Активно использовал ее. Так вот, сложилась еще одна проблема. Дело в том, что Асканий родился еще до того, как его отец женился на Лавинии. Асканий родился еще во времена Трои. Соответственно, Эней от Лавинии имел других сыновей. И вот Лавиния опасалась за судьбу своего ребенка, поэтому сбежала в лес и укрылась там в чаще. И в итоге все это приведет к тому, что будет основан новый город. Новый город будет основан, его назовут Альба Лонга. То есть длинный белый город. Он находится рядом с альбанскими холмами. В нем впоследствии поселится Асканий и все конфликты они смогут преодолеть. В город будут перенесены статуэтки пенатов, которые Эней вывез из Трои. И город Альба Лонга станет не просто центром латинов, но религиозным центром, политическим и религиозным центром. И таким образом пройдет довольно длительное время. Дальше все цари, отмеченные в самых разнообразных источниках, немного сложно выстроить хронологию кто правил, когда и после кого, но так или иначе. Правили в Альбелонге потомки Энея и Аскания. Впоследствии один из царей был благочестивым, другой совершенно нечестивым, это вот примерно такая комбинация сменяла друг друга, и наконец однажды один из царей по имени Тиберий или Тиберин утонул в реке называется Альбула, тогда называлось, и в честь этого реку стали называть Тиберис, то есть Тибр. Дальше следующим царем, о котором стоит поговорить, был Рока. Рока имел двух сыновей, одного звали Нумитр, старшего, второго звали Амулий. Амулий злобно завидовал своему брату, как-то они поделили власть и собственность таким образом, что Нумитр получил власть, а Амулий богатство, отца. Ну, в общем, Амулию это не понравилось. В итоге он решил свергнуть брата. И вот с противостоянием этих двух братьев, Нумитра и Амулия, и связана история основания самого Рима. В чем дело? Дело все в том, что все дело в том, что Амулий не просто сверг своего брата, но и решил извести его потомство, чтобы основать свою династию. А у Нумитра был сын и была дочь. Сына пришлось заманить, заманить в лесную чащу и там погубить. Осталось что-то сделать с дочерью, но Амулий все-таки был мужчина, воин, серьезный, как это так, девчонок убивать, это же некрасиво. и поэтому решено было отправить ее в храм Весталок. Весталки это жрицы богини Весты. Римляне их особенно сильно почитали, но главная сложность Весталки заключалась в том, что она 30 лет должна была оставаться девственницей и, в общем-то, служить богине Вести. А в случае нарушения этого обета она жестоко наказывалась. И вот Весталкой как раз Амулии сделал свою племянницу. Звали ее, кстати говоря, Рея Сильвия. А потом произошло что-то странное. Что-то странное произошло. Рея, в общем, давайте почитаем Титоливия, чтобы не быть голословными. Друзья, на связи Титоливий. Да, сейчас он выйдет. Соединение нестабильное. Но трудно в прошлое дозвониться. Как мне кажется, Титоливий на связи, говорит он, как мне кажется, судьба предопределила зарождение столь великого города. Пишет он о Риме, конечно. Весталка сделалась жертвой насилия и родила двойню. Отцом же объявила Марса, то ли веря в это сама, то ли потому, что прегрешение, виновник которому бог, меньшее бесчестье. Однако ни боги, ни люди не защитили ни ее, ни ее потомство от царской жестокости. Жрица в оковах была отдана под стражу, детей царь приказал бросить в реку. Но Тибр как раз волею богов разлился, покрыв берега стоячими водами. Нигде нельзя было подойти к руслу реки, и тем, кто принес детей, оставалось надеяться, что младенцы утонут хотя бы в тихих водах. И вот кое-как исполнив царское поручение, они оставляют детей в ближайшие заводи. Пустынные и безлюдны были тогда эти места. Рассказывают, что когда вода схлынула, оставив лоток с детьми на суше, волчица с соседних холмов, бежавшая к водопою, повернула на детский плач. Пригнувшись к младенцам, она дала им свои сосцы и была до того ласкова, что стала облизывать детей языком. Так и нашел ее смотритель царских стад, звавшийся по преданию Фавстулом. Вот история получает новый поворот. Фавстул, пастух, находит двух мальчиков, а в это время его жена, в общем, тоже по одной из версий, родила ребенка и ребенок умер. То есть, в общем-то, ей как раз вот такая замена. Жена приняла мальчиков, выкормила их, воспитала. Но тут еще есть один интересный момент. То есть, мы видим, что это сыновья волчицы, Рому Лырем. Первое молоко, которое они пили, было молоком волчицы. Но мы же знаем, что прекрасное латинское слово люпа означает не только волчица, но и что-то еще. А именно, как это мягче сказать, женщина, как это выражается верховной главной командой? С низкой социальной ответственностью. Вот, видишь, как ты его цитируешь? Говорят, снова даем слово Титу Ливию, иные считают, что Лоренция, жена Фавсту, звалась среди пастухов волчицей, потому что отдавалась любому. Отсюда и рассказ о чудесном спасении. История новый смысл приобретает. Да, 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 ну, ловко он завернул, да, как бы сюжет? Да, я не знал, честное слово. Вот, поэтому всегда интересно читать Титу Ливия. Он, в отличие от Вергилия, да, не пытался приукрасить своих героев, собирал про них самые-самые замечательные истории. Так вот, что же дальше это произошло? Эти мальчики двое, двое мальчиков, которых нарекли Ромул и Рем, жили, взрослели в семье пастуха. Ну, и, собственно говоря, они, в общем-то, были пастухами с детства, помогали отцу, но было в них такое что-то, такое что-то горячее, понимаешь, что обычно у пастухов не бывает. Было что-то такое жаркое. Вот, царь Давид, да, там мы же тоже видим, что он необычный пастух. Обычные пастухи, ну, вот, занимаются стадами, а Давид нет, он сидит в уединении, играет на псалтире, поет песни. Не классическое поведение. Появляются хищные звери, он скакивает и смело бросается на них. Смелый, смелый человек. Парис тоже там стихи сочинял. Парис, да, да, абсолютно то же самое. Вот здесь мы тоже видим Ромул и Рем, семья пастуха, а ребята-то горячие. Ну, они, конечно, не очень образованные, так мягко говоря, да, и не особо настроены на творчество. Они настроены на творчество, скажем так, иного рода. В общем, ребята отличались физической силой крепкой. Очень скоро вокруг них собралась группа таких же юношей, как и они сами. То есть, такая компания молодых отморозков. Ромул и Рем и их команда. Да, 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 на берегах реки Тибр. Однажды на их стадо напали разбойники. Вот, и, а мальчики упражнялись, ну, в чем упражняться Ромулу и Рему и их друзьям? Ну, конечно же, в кулачном бою, метании копий, камней, поэтому они не заметили, как стада угнали. То есть, пастушки-то из них те еще, да? Что происходит дальше? Им рассказывают, приходят и говорят, вот разбойники угнали стада, надо что-то делать. Тогда Рем с друзьями и Рому бросаются в догонку. После небольшой схватки отбивают животных. Ну, а все, что они отобрали у разбойников, что у них было своего, да, все это было роздано, распределено. Причем между окружающими людьми, которые живут в этом регионе. И это принесло ребятам добрую славу. То есть, это такие, они тоже, в общем-то, разбойники, но благородные. Да? Защитники местных жителей. А в это время очень много разбойничек шаек бродило по дорогам и полям и лесам Лация. Поэтому, в общем-то, Ромул и Рем поняли, что это довольно выгодное занятие. Отправляешься в путь, знаешь, как в игре Mount & Blade. скачешь туда, вдруг видишь отряд разбойников, подсчитываешь численность собственного отряда, численность отряда противника, понимаешь, что можно. Встречаешь его, добрым словом, да, и помножая на ноль, обнаруживаешь, что ты обогатился, ты разбогател на какое-то количество золотых монет и всего прочего замечательного. В общем, вот в этом режиме ребята прожили некоторую часть своей жизни. Сражались они храбро, бились, в общем, с кем можно было только до тех пор, пока однажды не наткнулись они на царских пастухов, на пастухов Амулия, царя Амулия, которые, естественно, пасли царские стада. И, судя по всему, братцы решили реквизировать собственность царя. Занялись таким эксом, знаешь, в духе ранних большевиков. И вот с этого начинается совершенно другая история, я думаю, о ней мы поговорим уже в следующий раз. Да, интересный момент на раскулачивании ты остановился? Да. Ну, хорошо, будем ждать следующей серии. Дорогие Ромеи, смотрите предыдущие части про Троянскую войну, про общий ролик про Италию тоже. Глядите, ждите новых выпусков. А мы с вами прощаемся, всем до новых встреч, всем до скорого. И самое главное, друзья, не забывайте промо-эн-викто. Рома-эн-викто.